Всем привет! Сегодня хочу поговорить о том, как спорт влияет на нашу способность к обучению. По сути, обучение, если так совсем упростить, то это способность воспринимать информацию, кодировать её и впоследствии ею пользоваться, то есть воспроизводить эту информацию и минимизировать забывание её. То есть мы, когда мы учимся, мы просто что-то запоминаем с надеждой на то, что когда оно нам пригодится, мы это сможем достать из нашей памяти и воспользоваться этим процессом. В физиологии, как бы если совсем так уходить в мозг, то да, этот процесс выглядит как куча-куча-куча новых нейронов, которые, когда поступает информация, вытягивают наш мозг, он формирует из них цепочки, присоединяя их к уже существующим. То есть процессу обучения очень необходимы новые нейроны. Спорт в целом помогает, ну как нам говорили, насыщает кислородом наш мозг, и вроде как это хорошо и полезно, но если смотреть прям вглубь, посмотреть последние исследования, которые доказали практически уже напрямую, какую именно пользу приносит нашему мозгу занятие спортом. И начнем с того, что когда мы начинаем заниматься спортом, в нашем организме вырабатывается такой прекрасный компонент, такой белок, как нейротрофический фактор мозга, БДНР. Он помогает вырабатываться новым нейронам, которые нужны нам для того, чтобы получать новую информацию и потом ее использовать. Он помогает им дольше жить, крепче жить этим нейронам, а также улучшает связи, то есть поддерживает старые нейроны. Потому как белок, если кто знаком хоть немножко с диетологией, это наш строительный материал для тела, этот же белок строительный материал для нашего мозга, то есть он поддерживает и помогает жить, хорошо жить ваши нейроны. Также есть такое сложное и страшное название, как фактор роста фибробластом. Когда вы занимаетесь спортом, вам начинает немного не хватать воздуха, и в вашем организме начинаются такие обменные процессы, ускоренные обменные строительные процессы, начинают обновляться ткани, потому что им хочется больше, больше, больше себе забрать. И самое главное, у вас начинают образовываться новые капиллярчики, чтобы еще больше как бы насытить кислородом. То же самое, что и с телом, с мышцами происходит, с вашим мозгом, там становится более разветвленная вот эта капиллярная система. И что самое главное, в связи с этим начинается более активный обменный процесс в клетках, как в общем, в организме, так и в мозге. Это значит, что улучшается обмен между нейронами. То есть, чем лучше обмен между вашими нейрончиками, которые вот новенькие, свеженькие, да и старые тоже, чтобы прошла эта информация, чтобы вы что-то вспомнили или запомнили, по этим нейронам должна пройти такая вот электрическая и химическая реакция, то есть, обмен такой должен произойти. Чем лучше этот обмен, который запускается этими факторами роста, тем лучше ваши соединения внутри мозга. То есть, это улучшается обмен и в тканях, и на клеточном уровне. В нашем мозге вырабатывается большое-большое количество гормонов, которые, ну, как бы помогают его работать в разных-разных аспектах. Но сейчас мы обратимся к гормонам, которые называются серотинин, нороперенефрин и дофамин. Они очень помогают в нашем обучении, потому что они улучшают наше настроение, они улучшают концентрацию внимания, вообще повышают внимание, улучшают память. Они повышают концентрацию, повышают мотивацию. То есть, всё, что нужно для хорошей жизни и для продуктивного обучения, эти гормоны делают. Да, конечно, они, в принципе, вырабатываются нашим организмом, всё прекрасно, но в какие-то моменты жизни часть этих гормонов немножко снижается, уровень этих гормонов нейромедиаторов снижается. Снижается, вы чувствуете немножко хадру, ещё что-то. И для обучения это не очень хорошо, потому что ухудшаются вот все вот эти показатели, которые я перечислила. А спорт помогает найти этот баланс, идеальный для мозга, количество этих гормонов и нейромедиаторов, которые вырабатываются в мозге. То есть, если у вас чего-то не хватало, оно вырабатывается. Если у вас что-то было в переизбытке, оно гармонизируется. Что ещё прекрасного начинает вырабатываться, когда мы занимаемся спортом, так это миелин. Это такая рабочая лошадка, которая помогает нашим вот этим сетям, нейронным цепям лучше функционировать. В плане того, что когда два нейрона соединяются, они таким вот, тоненькое соединение у них идёт, внутри которого происходят вот эти обменные процессы. Но вот эта сеть, она очень длинная, и каждый отросточек от нейрона имеет свою миелиновую оболочку. И чем лучше, чем больше эта миелиновая оболочка, тем защищённее этот канал, тем лучше проводилось от одного нейрона к другому, тем лучше вся ваша нейронная сеть, нейронные цепи, тем крепче и лучше держатся ваши воспоминания, ваша информация, то, что вы выучили. То есть, чем больше миелина обволокло ваши нейронные сети, тем лучше ваша обучаемость. А как раз таки спорт помогает организму вырабатывать чуть больше этого миелина. Что же у нас происходит на практике? Да, вы можете сказать, ну да, а сколько спортом же нужно заниматься, чтобы достичь всех этих фантастических преимуществ? Учёные выяснили, что нужно примерно 30 минут утром, или хотя бы в первой половине дня для того, чтобы заниматься спортом и получить от него все вот эти преимущества. Но нужно учитывать, что нужно заниматься кардионагрузкой. То есть, ваш пульс, к тому же, ещё должен превышать ЧСС на максимальный ЧСС. Для женщин это 60-65% от максимального. Для мужчин это практически достигнуть до этой максимальной отметки. Тогда вы получите максимум от ваших занятий спортом, и потом они дадут вам максимум пользы в вашем дальнейшем обучении. Так что, если вы хотите помочь себе улучшить свое обучение, способность к обучению, улучшить вообще какие-то свои навыки, начните хотя бы просто ходить. Мало ли чем вы закончите. Может быть, вы начнёте бегать в марафоны, а может быть, вы станете выступать за волейбольную команду вашего города. И на этом всё. Больше интересной информации читайте по ссылке в инфобоксе. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!